Здравствуйте, дорогие друзья! Это «Ответы на вопросы» для библейского портала «Экзегет». И с вами священник Иоанн Тераутс. На портал поступил следующий вопрос, достаточно необычный. «Почему Сара так ценится Богом? Ведь это она сама отправила Авраама к своей рабыне, чтобы та выносила сына Аврааму. А потом Агарь выгоняется той же Сарой, сначала еще беременной, а потом и вместе с 16-летним сыном. Разве Сара не могла предвидеть, что Бог даст ей самой потомство, ведь он же говорил об этом им с Авраамом? Разве нельзя было подождать 16 лет, когда свершится предсказание? Получается, что это не вменяется в грех Саре, что она выгнала Агарь, который сама отправила Авраама. Давайте обратим внимание на некоторую разницу в культурном контексте сегодняшнего дня и, соответственно, более чем 3000-летней давности, то есть времен Авраама. В чем большая разница? В том, что, во-первых, некая полигамия среди мужского населения не была чем-то абсолютно запретным, она не вменялась в грех. Во-первых, потому что закона Моисеева на тот момент не существует. Ну, а во-вторых, нужно обратить внимание на то, что для Сары Агарь рабыня. Для того, чтобы, и, соответственно, Измаил, который родился от Агари, он является сыном не Агари, а Сары. Именно такая была тогда культура, то, что сегодня называется суррогатным материнством. Для тогдашней культуры еще было характерно следующее. Люди понимали, что они смертны, и они видели только в своих детях продолжение своей жизни и счастье. И их вечность заключалась в том, что у них рождаются дети, а их дети рождают детей и так далее и тому подобное. Они переходят в Ханаан. В Ханаане раскопки говорят нам, что существовали фаллические культы, то есть культы поклонения половым органам. И у этих людей были дети, а у Авраама и Сары, которые шли по воле Божьей, детей нет. Представляете, какое состояние было у женщины, которая чувствует себя нереализованной, хотя ее годы оставляют ей все меньше и меньше шансов на то, чтобы забеременеть и родить Аврааму. Поэтому она идет к такому тогда возможному в культурном отношении действию. Агарь сначала, пока она беременна, она начинает возноситься над своей госпожой. И, естественно, это не входит в культурный тот контекст. Естественно, для Сары это больно и неприятно. Назревает конфликт. И дабы этот конфликт не распространялся дальше, она выдворяет Агарь. Она имела на это право. Далее Агарь возвращается. И мы с вами прекрасно понимаем, что и Агарь, откровение Божие о том, чтобы она смирилась перед своей госпожой. Далее проходит какое-то время и рождается Исаак. Если мы с вами помним, Измаил смеялся над Исааком. Разные экзегеты по-разному воспринимают этот глагол смеяться или подшучивать над Исааком. Вполне возможно, что Измаил играл с Исааком в опасные игры, которые могли причинить ему большой вред и, может быть, даже имели смертельную опасность. Далее, Исаак — это плод обетования. Это плод обетования Божьего. И смеяться над Исааком значит смеяться над обетованием Божьим. И, соответственно, это было очень опасным для божественного плана о спасении рода человеческого, куда входил плотным образом именно Исаак. Почему Сара так ценна? Почему вообще Сара является важным героем этого повествования? Потому что Бог, мы видим с вами, воспринимает потомство Авраама как именно потомство от Сары. Бог через Сарру хочет произвести наследника обетования. И Бог нарушает порядок, который тогда принят. Ведь Измаил старше сын, но он не остается ни с чем. А Исаак сын младше, но остается с наследованием обетования. То же самое будет и проходить и дальше. Храни вас и Господь. До новых встреч. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и подпишись. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и подпишись.